Алексей Анатольевич, спасибо за такое представление. Уважаемые дамы и господа, коллеги и делегаты, я, наверное, уже мой доклад будет завершающий, учитывая регламент, я постараюсь уложиться в 10 минут. Я кратко расскажу о направлениях бизнеса, которым занимается топливная компания «ТВЛСРАМНИТЕЛЬНОЙ НЕДАРНО». Мы задумались о диверсификации. Время того требует-требует. Следующий слайд, пожалуйста. И в основном они связаны, безусловно, с высокотехнологичным, с развитием высокотехнологичных производств. То есть это фактически наш приоритет. В современных условиях это, безусловно, импортозамещение направленности, создание новых рабочих мест в регионах, присутствия топливной компании на наших заводах. И, как показывают вот эти карты, это фактически большая часть территории Российской Федерации. то есть на всех ключевых предприятиях топливной компании представлены так называемые производства по неядерному направлению. Это отзакли и практически до Забайкаль, до восточной границы РФ. Значит, основными направлениями на сегодняшний день, ключевыми я бы сказал, хотя они, конечно, не четко очень, являются металлургия, машиностроение, новая энергетика, химические технологии. Безусловно, все это опирается на научно-конструкторские блоки, те компетенции, которыми обладает предприятие топливной компании. Следующий слайд. Я не буду здесь рассказывать о выручке в рублях, поскольку она, наверное, для многих присутствующих непоказательная. Ну, скажем, расскажу пару слов, скажу о темпах роста. Как я уже прежде отметил, что занимаемся сравнительно недавно, не другое там некоторые производства, то фактически за 3-4 года выручка по новым продуктам растет в 2,5 раза, а темпы роста в 2015-2014 году около 40%. Ну и, как сейчас говорят, драйверами роста по основным продуктам являются, вот перечисленные справа, продукты тритий, кальций, кальциевые изделия из кальция, титановые прокаты, затопы, автокатализаторы, накопители энергии, электротехническая продукция, машиностроительная, механическая продукция. Ну, а также, безусловно, изделия для поставляемых нашими предприятиями для атомных электростанций. Следующий слайд. Следующий слайд демонстрирует наши желания, скажем так, и наши планы, которые, безусловно, не являются фиксированными, я имею в виду, не фиксированными в том плане, а могут расти в сторону увеличения до 2030-го года, в соответствии со стратегией топливной компании, была утвержденной в ДК Росады. Ну, если посмотреть, то, в принципе, двумя словами, то есть выручка с годами в 2030-м году становится поставимой с выручкой по основным делам деятельности. Ну и, соответственно, кальция роста по продукции также. На сегодняшний день у нас портфель заказов, скажем, продуктов, порядка 40 проектов. Вот в активной фазе находится 15, остальные находятся на рассмотрении как и в топливной компании, так и в госкорпорации Росады, которые частично финансируют наши проекты. Следующий слайд. Ну, это слайд, говорящий о продукции одного из наших ключевых предприятий, это Чапешский механический завод, Республика Удмунтия. Здесь по неедренной детьте два основных направления. Это продукция из тетановых сплавов, которая весьма востребована, как, ну, на сегодняшний день на российском рынке, имеет экспортный потенциал, безусловно. За несколько лет была освоена больше тетановая платформа. Потребность есть и в судостроительной, аэростроительной отрасли, ну, и с каждым днем продукция и продукты совершенствуют. Ну, для наглядности, я бы сказал, что выручка тоже значимо растет, и вот с десятого по, хоть она невелика по объему, по пятнадцатому году она вырастет в десять раз. Второй продукт, следующий слайд. Второй продукт – это кальций и традиционные кальции, изделия из кальция. Основная цель проекта – это сохранение производства металлического кальция в Российской Федерации. Ну, и освоение продукта, безусловно, с большой добавленной стоимостью и с потенциалом. Это кальция инженерационная провода, которая потребляет на сегодняшний день несколько российских металлургических комбинатов, ну, безусловно, имеет экспортный потенциал, и данная продукция конкурентна еще и на международном рынке. Следующий слайд. Это у нас на городе Новосибирск, Новосибирской области, Новосибирской площадке, Новосибирский завод химических концентратов. Здесь по неэконом направлению развивается производство изотопа летия седьмого. Я не буду сколько девяток после запятой говорить. Это в принципе известно. Цель проекта, это действительно такая инновационная, это развитие и удержание мирового лидерства на рынке изотопов летия. По данному направлению у нас с десятого года тоже выручка достаточно экономичных расстройств, что является достаточно позитивным показателем. И мы имеем направленный потенциал, исходя из наших договоренностей, планов, контактов и, собственно, отношений наших партнеров. Следующий слайд. Мы сейчас уже, да, перешагнули на город Уральск. Здесь нескольких продуктов развивается на дочерних предприятиях Уральского электрохимического комбината. Вот одно из направлений, которое, в принципе, мы имеем стабильное положение на российском рынке в своем сегменте более 30% российского рынка. Это автомобильные катализаторы, каталитические кнопки и нейтрализаторы. Предприятие занимается этим уже не один год. Мы свой бизнес диверсифицируем. Появляются возможности, ну, возможности, в том числе, возможности, учитывая, там, сейчас небольшую себестоимость продукции, выхода на международные рынки. Следующий слайд. Возвращаясь к изотопному производству, на площадке Зеленогорска, это Красноярский край, город Зеленогорск, электрохимический завод, мы развиваем изотопное производство. Это, ну, наибольшая применимость на сегодняшний день является для фундаментальных научных последствий, для ядерной медицины и так далее. То есть на сегодняшний день нам удалось заключить долгосрочные контракты на поставку изотопов, в частности, молитвен и кремния для международных научных коллабораций. Здесь мы работаем в сотрудничестве с отраслевым интегратором изотопа, который, в общем-то, должен нам помочь, как говорится, расширить наше присутствие на международных рынках. Следующий слайд. Понимая сложности, связанные в том числе с санкциями в отношении Российской Федерации, также на уральской площадке, на уральском заводе газовый центрифунг, который, в общем-то, сейчас является базой основы созданного научно-производственного объединения, занятость производственной продукцией для нефтегазовой промышленности, конкретно производства оборудования для буровых. На сегодняшний день находится в начальной стадии, изготовлены опытные образцы, проводятся испытания. Мы планируем, что достаточно имеем хорошие возможности побороться за место на рынке данной продукции. Следующий слайд. Это, в принципе, уже хорошо, кажется, известная продукция, связанная с производством металлических 3D-принтеров. Это, опять же, новоуральская площадка. Мы это делаем в сотрудничестве с московскими предприятиями и, собственно, на собственной технологической научной базе. То есть целью является создание всех технологических производств 3D-принтеров. Рынок огромный. Я уверен, что мы на нее не опоздали. Мы стараемся еще действовать в партнерстве с государством, привлекаем государственное финансирование. В основном это связано с неопрами. На сегодняшний день нам это удается. Ну и завершающий слайд. Это просто стратильно показывает другие направления и наши продуктовые инициативы по неякорным направлениям. Это продукция серского химического комбината диоксид титана. Это эндопротезы с институтом имени Бочвара. Это неубитантал, это анкарский электронно-химический комбинат. Ну и медпрепараты на московской площадке, на московском заводе полиметалл, где базируется в офис-топольной компании ТВЭЛ. Спасибо за внимание. Аплодисменты